Всем привет! 27 октября, пятница. Давайте посмотрим, что нам готовит рынок Форекс на сегодня. Заключительный торговый день этой недели. И немного проанализируем вчерашние движения. Итак, вчера. Что мы увидели вчера по инструменту евро-доллар? Основной наш сценарий был работать именно вниз, по-хорошему искать точку входа от зоны 1-2. Это основной сценарий с точки зрения зоны. Я говорил, конечно, что я буду пытаться лимитками заскочить откуда-то отсюда. Котировки называл вчера, сейчас они здесь не нанесены. Но выставлял даже какую-то сетку небольших ордеров с суммарным стопом. Н-ный процент, да, скажем так, от депозита. Но до дальних позиций мы не захватились, не зацепились. То есть у меня схватило вообще только одну позицию. Полетели. Более того, в течение потом этого всего движения я скидывал скрины в скайп. О том, что я немножечко здесь усредняюсь. Переводил частично в безубыток. Даже закрывалась сделка без убыток. Потом на пробой вставал. То есть потихоньку, худо-бедно, помаленьку дотянул часть позиций. До недельки здесь закрывал все. В принципе, это неплохо. Многие ребята в скайпе показывали о том, что дотянули полностью все сделки до низу. Молодцы, поздравляю. Давайте смотреть, что делать сегодня. Среднесрочная тенденция у нас остается шартовой. Мы закрепились ниже недельной контрольной зоны, построенной вот от этого хая. И в принципе у нас получается следующей такой объективной целью выступает вот эта золотая недельная контрольная зона с точными котировками. 1.16057. Давайте не будем забывать о том, что у нас и вот эти покупатели из рынка в принципе-то еще не выскочили. Хотя, конечно, могли здесь усредниться они где-то пораньше и выскочить. Поэтому с понедельника как бы буду такие для себя небольшие зонки рисовать, которые будут построены от этого хая. Но они будут не основные. Основной цикл у нас сейчас идет вот этот цикл. Работаем по нему. Далее смотрим, что у нас показывает евро-доллар. Минимум. Ну, возможно, мы его сейчас обновим. Если не обновим минимум, то внутри дня, конечно, предпочтительно исходить к четвертинке и даже половинке. Скажу больше. Больше по недельным опционам у нас маркет полностью в убытках находится. Суммарно по всем фьючам валютным плюс золото, плюс нефть, плюс S&P 500 суммарно маркетмейкер находится в убытках. Это бывает редко. Конечно, бывает. И поэтому для того, чтобы вылезти из этих убытков сегодня, по крайней мере внутри дня, до закрытия дня, маркету необходимо все вчерашние движения. И движение этой недели немножечко развернуть и скорректироваться до различной области. Но есть. Но ему, конечно, хоть как бы выйти в плюс, чтобы не остаться в минусе. Поэтому внутри дня, предполагаю, какой-то рост. Хотя среднесрочная цель у нас, она вот она внизу, не так далеко, как кажется. Потому что эта цель у нас была, по сути, аж отсюда. Первая целью была половинка, неделька, теперь золотая. По идее, можем сейчас еще даже некоторые цели рисовать. Если разворота не произойдет от золотой, давайте посмотрим. 1.15.21 это следующая цель. То есть тренд будет продолжаться и продолжаться у нас до тех пор, пока мы не закрепимся выше зоны 1.2. Пока работаем вниз. Очень осторожно, так как, повторю, сегодня пятница и маркету выгодно как бы вверх. Внутри дня можем сходить вверх, но среднесрочно я вижу перспективу вниз. Вниз, скорее всего, буду работать именно с понедельника. Сегодня как-то не очень хочется. По сантименту давайте глянем. Так, толпа, толпа. Ну, как-то по разным брокерам 50 на 50. Если возьмем основные, толпа до сих пор находится в продажах. Поэтому не сильно хочется сегодня продавать. По стакану, что мы видим? Есть ли где-то огромные стопы? Есть ли где-то огромные стопы? Огромных стопов нигде нет. Смотрим, кто у нас в прибыли. В прибыли у нас продавцы. Достаточно большое количество. Ну да, внутри дня я все-таки считаю, что пойдем вверх. Внутри дня, повторю, сегодня. Но среднесрочная перспектива у нас остается вниз. Более того, смотрим на вот эти долгосрочные циклы, о которых я говорю по зонам. Импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс. Долгосрочная перспектива. Также пока продолжаем вниз. Но в рамках долгосрочной перспективы, естественно, мы можем сходить куда-то, вплоть до недельки. То есть пока мы не перебьем вот эти максимумы, долгосрочно у нас тренд продолжается вниз. Давайте глянем, за что мы можем зацепиться с помощью объемчиков. Посмотрим конкретно вчерашнее падение. Наблюдаем ближайшее сопротивление по котировкам 1.1702. Было бы неплохо и отсюда продолжить движение вниз. Не нужно, опять же, воспринимать мои слова, как слова, что мы дойдем до сюда. То есть какие мысли должны быть? Это объективное сопротивление. Здесь была наторговка, здесь была какая-то борьба. Отсюда выскочили вниз. Следовательно, в этой борьбе победили продавцы. Если они здесь победили из рынка, по какой-то причине еще не выскочили, и вдруг цена пойдет сюда, их целью будет дальнейшая защита своих позиций. И вот если здесь, опять же, будет рисоваться паттерн, это неплохой вариант для того, чтобы зайти очередной раз в продажу с коротким стопом и достаточно серьезным тейком. Соотношением будет более чем достаточным. Зона у нас тут есть какая-то. Так, я сюда индикатор не ставил. Так, 1.17.04. Давайте глянем. 1.17. Ну да, здесь у нас как раз таки 1.2 сейчас, но можем прям с текущих обновить минимум. И, конечно, это будет немножечко неприятно. Так, что у нас еще? Еще последняя неделя. Запас ход, в принципе, по АТР есть. Здесь ТАТР мы уже прошли. Ну, в общем, когда уже заработали, глупо пытаться заскакивать уже в этот поезд. На сегодня не хочется мне к еврику опять лазить. Вчера на нем приподняли немножечко денег. Фунт. Фунт гаденыш поменял тенденцию, да, здесь. Обвалился вслед за евро. Но где находится он? Посмотрите. Остановился точно на зоне 1.2. И более того, вот эти две линии я выделил. Если подумать о смысловой нагрузке этих линий, то мы понимаем, что у нас снизу стоят покупатели. Еще, 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 еще. Вот эти покупатели. И они держат здесь свою позицию. Достаточно серьезно держат. Если отсюда пошел разворот, это значит, они здесь усреднялись, докупались. И, так, что, 50%-то мы прошли отсюда. В принципе, они могли даже здесь где-то выйти. Но, в свою очередь, здесь были у нас и еще одни покупатели. Которых решили нагнуть сейчас. То есть, ну, тут 1 к 1. То есть, идет у нас игроки с плечом 1 к 1 образовали вот такой канал. 1, 30, 26, 1, 33, 37. Это канал игроков с плечом 1 к 1. Кто кого нагнет, кто куда пойдет, достаточно неизвестно. Что бы я хотел сделать по фунту? Мне нравится местное расположение фунта. Очень нравится. Оно очень опасное с той точки зрения, что заходить-то вверх сейчас достаточно рискованно. Потому что еще 5, 10, 15 пунктов закрытия. Если будет здесь, то мы выбьем вот этих покупателей с плечом 1 к 2. Но, тем не менее, если здесь сейчас будет рисоваться паттерн на покупку. То есть, у нас среднесрочная тенденция вверх. То есть, обновляем минимумы сейчас. Затем, если перебиваем вот эти максимумы, то на откате имеет смысл зайти в покупки. Опять же, короткий стоп. Соотношение более чем приличное. Фиксироваться необходимо будет где-то на обновлении максимумов. Частично можно будет фиксироваться по котировкам 1, 33, 37. И дальняя цель – это недельная зона котировки у этой зоны у нас 1, 33, 751. Сценарий на покупку не хочется мне продавать. На самых лоях продают глупые люди. Мы находимся на лоях, аж двухнедельных лоях. И поэтому продавать отсюда не по фэншуи, скажем так. Понятно, что может и улететь далеко вниз. Нас это не интересует. Я буду искать покупки с очень коротким стопом. Повторю, самое главное. Вот это можно писать, потому что столько людей пишут. Вот ты показал стрелочку вверх, цена пошла вниз. Ребята, крупным шрифтом. Вот что у нас является основным критерием для входа. Вот что. Вот здесь. Будет – будем входить. Не будет – не будем входить. Вот и все. Смотрим на профиль по фунту. Вернее, на сантимент ресурса SharkFX. Итак, что мы здесь видим? Что мы здесь видим? Ничего хорошего не видим. Здесь все так же 50 на 50. Движуха, скорее всего. А, подождите. У нас данные вон еще где. Все не прогрузилось. Сейчас данные прогрузятся. В прибыли продавцы. Это и понятно. По чистому значению. Стопики внизу. Давайте-ка их собирать. Собираем стопы. Здесь я уже буду думать, что делать с позициями. Так, как это выглядит. Давайте думать вместе. Давайте думать вместе. Был вот такой откат. Сбор стопов. Это для нас хорошо. Если после этого сбора стопов утыкаемся в эти лимитки. Можем отсюда пойти вниз. То есть, вот котировки 1.3132. После вот такой картинки буду покупать. Все. Вот эти стопы нам в помощь для образования как раз-таки паттерна. По объемам давайте глянем на фунта. На фунта глянем по объемчикам. В принципе, точно так же, как и по евро. Ну вот, вот это вот расколбас. То есть, вроде бы евро показывает вниз, а фунт показывает вверх. Кто-то-то, скорее всего, однозначно победит, если все это дело будет относительно бакса. Как же я хочу, чтобы это был фунт. Несмотря на то, что на некоторых счетах у меня по фунту висят продажи. Но я хочу, чтобы фунт все-таки развернулся. Это личные хачуны такие. Но пускай они будут. Мы с вами прогнозик нарисовали. Котировочки точные дали. Приблизительно все понятно, чего ждем. Переходим к австралийцу. Австралиец. Значит, вчерашний прогноз был на продажу. В принципе, прогноз с точки зрения направления оправдался. С точки зрения точки входа у меня здесь не было. Да, вроде бы даже какое-то двойное дно нарисовалось. Но подтвердили мы это двойное дно. Только уже вечером, когда цена прошла, скажем так, порядка 40 пунктов. И входить здесь на продажу было, опять же, достаточно глупо. Входить на низах на продажу. Долгосрочный цикл. Здесь также идет шартовый пока. Поэтому, так, закреп был ниже золотой. Вот такие варианты для нас. Это самый оптимальный вариант. Самый красивый вариант от зоны, от минимума построенной. Одна вторая. Котировки 0.76.97. Найти здесь паттерн и продавать. Если глянуть на торговый сантимент. Давайте посмотрим, куда нам нежелательно ставить стоп. И имеет ли смысл нам залазить вообще в продажу. И в какой момент. Все это нам показывают данные SharkFX. Так, толпа по основным брокерам. В основной своей массе. В покупках. Но это были еще вот эти данные. Сейчас они прогрузятся. Посмотрим. В прибыли у нас находятся продавцы. Ничего в этом такого нет. Нападение действительно находится в прибыли продавцы. Но обратите внимание, сколько их по сравнению с профитными покупателями. Которые уже вот тут. Вот тут у нас есть профитные покупатели. Удивительные люди. С одной стороны очень умные. Они заскакивают. С другой стороны. Без паттерна, без всего. Но они уже здесь есть. Так, сейчас видим. Увеличилось количество покупателей. Поэтому вверх маркет уйти невыгодно. Стоп куда нам нельзя ставить? Нам нельзя ставить стоп вот за этот хай. Однозначно нельзя. В любом случае, если мы и продаем после отката. Стоп нужно ставить до этого хая. По той самой причине, что если мы сюда придем. Поставим стоп. То у нас порядка 10. А то и 20 пунктов может быть сквиз. Если вы в этот стоп на 20 пунктах стопа заложите 1%. Риск от депозита. То сквиза может выйти на целых 2%. Это опасно. Так, вот этих красавцев давно я наблюдаю. Неужели к ним пойдем? Будет хорошо. Работаем вниз. Короче, ребята. Работаем вниз. Посмотрим, когда у нас покупашки зайдут в прибыль. Это будет дополнительным сигналом на то, чтобы продавать. В прибыли у нас ничего хорошего нет. В общем, итоговое резюме и по SharkFX работать вниз. Повторю. Но внутри дня, пятница, маркет в убытках по опционам недельным. Внутри дня можем заскочить вверх. Это среднесрочные цели где-то на недельку. Дальше давайте смотрим, что нам показывает профиль всего этого падения. Объемы, я думаю, здесь. Последние волны падения после вот этой коррекции. Вот они, да? Вот отсюда бы отбиться самое классное. Понимаете? Это же такое у нас будет прекрасное соотношение. Где-то здесь нарисовать паттерн. Желательно, чтобы вот этот хай не обновил этот хай. За него спрятать стопики и пойти вниз. Просто феерическое будет соотношение. 1 к 5 как минимум до первых целей. Дальние цели я не помню назвал. Если не назвал, давайте повторим. Теперь у нас цель 0.76-0.7. По крайней мере сюда метится игрок фьючерсного рынка. Новозеландец. Тоже все замечательно. Тоже по прогнозу был вариант работы. Как бы либо от четвертинки, либо от половинки. Из области самых выгодных цен на продажу. Индикатор четко конкретно нам показал. Откуда строить, как строить. И точные котировки дал. Отсюда наша задача была заскочить каким-то образом. Кто заскочил, поздравляю, молодцы. Кто не заскочил, расстраиваться не надо. Хотя это и прибыльная сделка была. Первый тейк, второй тейк. Для новозеландца это нормально. Небольшие такие ходы. Порядка 40-50 пунктов. Долгосрочно по новозеландцу у нас продолжается. Вот такой вот импульс, коррекция, импульс в рамках. А вот эту волнушку Вульфа я чертил еще, все видели, где-то в августе. Предполагал, что она может отработать. И вот неужели она отрабатывает. Цель этого этой волны Вульфа вообще вон куда. Обновление минимумов 0.6181. Поэтому долгосрочники, смотрите, можете даже дотуда с девочкой пытаться удержать небольшими объемами. Далее смотрим. Сантимент пускай пока грузится. И сейчас мы с вами посмотрим, пока загружается сантимент. Посмотрим объемчики. Что нам объемчики подскажут, откуда нам выгодно продавать. Вот здесь были большие объемы, но тут до зоны у нас достаточно далеко. Но здесь тоже видим, да, вот они есть, объемчики, но не такие критические. Последнюю волну посмотрим. Да, именно она и есть. 68.72. Ну вот, 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 вот. Там же, где у нас половиночка стоит. Вот такой сценарий на сегодня. На сегодня все-таки прогнозирую рост. Куда-то сюда придем, пускай неделя закрывается здесь. С понедельника будем искать продажи. Внутри дня не хочется мне покупать, хотя более выглядит привлекательным именно небольшое лонговое движение. Но оно будет выглядеть именно как коррекционным в рамках всего вот этого падения. Смотрим сантимент, который пропустили. Толпа по бешеному сидит в покупках. Вверх идти маркету невыгодно, но навозил тонкие инструменты. Поэтому маркет, даже если цена пойдет вверх, начнет терять, это будут просто сущие копейки. Это уже мы говорим про маркетмейкера рынка Форекс. То есть, по сути, поставщик ликвидности, который является обычным игроком на фьючерсном и опционном рынке. По чистому значению отложенных позиций. Куча лимиток сверху. Стопы. Откуда они тут взялись, эти стопы? Кто там у нас сидит еще? Ага. Ага, ага, ага. Так, значит, здесь уже позалазили покупашки, которые спрятали вот сюда стопы. Собирать мы будем эти стопы. Собирать мы будем эти стопы. Может быть, даже уже пособирали частично. Собирать мы будем эти стопики. Может быть, сегодня даже. Но если не сегодня, то там завтра пойдем за ними. Там будем смотреть. Завтра это имеется в виду понедельник. Здесь также никого нет. Основное резюме. Среднесрочно и долгосрочно вниз, внутри дня. Сегодня можем сходить вверх. Я покупать внутри дня однозначно не буду. Скорее всего, на понедельник, вторник будем искать продажи. Канадец, канадец. Негодяй. С одной точки зрения. Для меня. Не буду говорить почему. Но думаю, все понимают. Несколько раз я тут по опционам пытался. Сразу говорю, что я тестирую, тестирую. То есть, пытался по опционам здесь немножечко попродавать. Пока эти все закончилось неудачей. Но зоны. Зоны нам однозначно показывают. Работайте дальше вверх. Цикл после того, как мы закрепились выше вот этой зоны. Одна, вторая. То есть, среднесрочный цикл у нас вверх. Все, что идет вверх, это импульс. Все, что идет вниз, это коррекция. Прогноз вчерашний был на откате. И постараться заскочить вверх. Для меня достаточного отката не было. Поэтому я как бы вверх не заскакивал. Долгосрочное здесь идет у нас движение тоже вверх. Обратите внимание, мы перебили вот этот максимум. И поэтому долгосрочно все это может выглядеть как вот такое движение на обновление вот этих максимумов. Это для тех, кто просит меня иногда давать какие-то долгосрочные прогнозы. Вот долгосрочно пока все это выглядит именно вот так. Среднесрочно это все выглядит пока на рост. А внутри дня, опять же, я считаю, что мы сегодня сходим вниз. До куда дойдем, не знаю. У маркета убытки. Убытки достаточно серьезные. В плане чисто канадца. Но относительно всех мажоров они небольшие. Потому что по канадцу небольшие объемчики проходят у нас. Прогноз. Внутри дня повалимся. Со следующей недели будем опять пытаться купить. Кто хочет, пытайтесь как-то. Вот любители падающих ножей. Может быть от золотой. Пытаться продавать. Я этого делать не буду. Я буду только среднесрочно искать покупки со следующей недельки. Смотрим, что нам показывает сантимент по канадцу. Пока загружается сантимент. Давайте посмотрим, что нам показывают объемчики по канадцу. Не думаю, что там прям что-то серьезное. Движухи-то достаточно у нас были пустые. Особенно вот это. Но вот здесь объем есть. Это у нас дополнительная область поддержки. Откуда мы можем отскочить. Внутри дня, опять же, вот до этих областей, можем спокойно дойти и где-то здесь закрыться. Если говорить по поводу того, что зона у нас там есть или нет. Если с текущих хаев брать, да, то у нас где-то здесь одна вторая. Как раз в эту область мы попадаем между одной второй и одной четвертой. Внутри дневной прогноз вниз. Среднесрочный вверх. Толгосрочный вверх. Смотрим дальше. Иена. По иене замечательные покупки вчера были. Более того, я вначале немножко опоздал. Ребята потом скидывали. Я заходил со смартфона. По чужим сигналам, но по нашей системе. Поэтому спасибо тем, кто это дело делал. Смотрите, с одной стороны. Помните, я говорю, что долгосрочно я набираю позиции вниз. Реально говорю, набираю. Пока набираю. Но это долгосрочные такие позиции. Отработает они или нет, я не знаю. Пока суммарный убыток по ним где-то 2%. То есть изначально я там закрывался. Дальше, по-честному говорю, опять же набираю. Сейчас повторять это не нужно. Потому что это мои чисто мысли. Это мой тест. Поддержка неплохая у нас вот здесь. Вот здесь. 114.46. Достаточно близко уже эта поддержка. Внутри дневные прогнозы. На откате пытаться искать покупки. То есть как вот здесь вчера было покупки от 1.4. Сначала это можно было сделать по голове и плечам. Вот у нас голова и плечи нарисовалась. Вот мы пробили уровень правого плеча на откате. Вот здесь некоторые ребята входили. Затем можно было этот же момент расторговать по нашему любимому ложному пробою. И те, кто там у меня, ребята учились и знают, что вот это был самый сильный паттерн, который только присутствует технически на рынке Форекс. Обратите внимание на этот паттерн, как он выглядит. Смотрите. Это ложный пробой. Ложный пробой. Вот такой. Нарисованный головой плечи. Вот она голова плечи. Раз, два, три, четыре, пять. И вот здесь мы пробили. То есть мы подтвердили этим движением и слом коррекционного движения. И показали, что у нас импульс, коррекция, импульс есть. Все знают, что в таком случае стопики ставим вот сюда. Не нужно стоп тащить вот туда. Поэтому те, кто вот здесь на откате 50% от всего, от вот этой последней волны, заскочили в сделку импульс-коррекция, импульс-коррекция, со стопиком сюда соотношение 1 к 3 на обновление хаев вытянули. Цель второй части сделки, которую необходимо держать, это у нас уже золотая идет. И точные котировки 115-52. Не забываем, что вот здесь у нас область сопротивления есть. Серьезная вот эта. Поэтому пока вероятность достижения этой цели порядка 60%. Я думаю, стопы тут стоят. И просто на сборе стопов можем, конечно, туда улететь. Но основной сценарий у нас туда будет только после закрепления выше зоны, недельной контрольной зоны. Что делаем сегодня? Опять же, внутри дня ожидаю снижения. Может быть сейчас на Азии еще побалуемся, но Европа, по крайней мере Америка, должна снижаться. Цели снижения четвертинка 113.64, половинка 113.05. Если мы снизимся к четвертинке только, то это усилит мой прогноз на то, чтобы на следующей неделе покупать. Если мы снизимся к половинке, то немножечко я призадумаюсь о том, чтобы у нас в покупках делать объемы немножечко поменьше. Потому что, ну вот эта волна у нас есть, последняя импульсного роста. И выглядит она приблизительно вот так. Раз, два, три, четыре. Ну вот здесь можно либо пять, шесть, семь, либо просто вот эту пять. То есть вот эти точки нам желательно не пробивать для дальнейшего роста. Если это случится, однозначно по основному сценарию мы будем покупать, по долгосрочному и среднесрочному. Но объемы необходимо будет уменьшать. По той самой причине, что технически картина слома вот этого движения произойдет и покажет нам после перебития вот этих минимумов. На сегодня, опять же, внутридневной прогноз. Вниз пунктов на 70, а среднесрочный и долгосрочно вверх порядка 200 пунктов. Как этим делом воспользоваться, каждый должен подумать сам. Я говорю, что против среднесрочной тенденции я торговать не буду. А вот буду или заскакивать по среднесрочной и долгосрочной, это нам покажут паттерны и другие вспомогательные инструменты, которые будут рисоваться в области самых выгодных цен на покупку. Что у нас здесь по... По-по-по-по-по. Что это такое у нас? По ресурсу SharkFX давайте глянем. Так, пока это удовольствие загружается, видим в прибыли покупателя. Вот сигнал, который я всем говорю. Всем говорю использовать. То есть, вот можно было отсюда, можно было отсюда. То есть, это самостоятельная торговая стратегия, которая работает также замечательно с вероятностью 60% и выше. Показывает идеально места входа. Показывает идеально направление торговли. Показывает идеально, куда нам можно или нельзя ставить стоп-лосс. И показывает идеально, кого мы будем собирать внутри дня. Отдельная торговая система. Внутри дня желательно вот этих выбить. Среднесрочно желательно туда идти. точки входа. В момент, когда покупатели и продавцы сравняются по своим прибылям. И куда нельзя ставить стоп-лосс? Нельзя ставить стоп-лосс в места скопления стопов других игроков. Что еще нужно? Отдельная система. Мы, конечно, ее используем только как фильтр для нашей системы. И помощника в определении постановки стопа. Но те, кто зоны не понимает. Все вот это в открытую есть. Стоит недорого. Повторяю, 12 долларов в месяц. Вот эти индикаторы. Да вы на 12 долларов каждый день, может сказать, ходите в магазин. Один раз купите поменьше. И у вас целый месяц будут замечательные индикаторы. Смотрим по объемам. По йене. По объему здесь достаточно все серьезно. Я так понимаю. Значит, для меня. Вот мои мысли, которые долгосрочные. Долгосрочные я рассказывал. Конечно, все неприятно. Мне хочется, чтобы вот эти уровни мы пробились. Тогда, конечно, движение вниз для меня будет более актуально. Это по моим тараканам, которые я торгую. Которым никого не призываю. Но даже если это неправильные мои сделки или убыточные. Я о них, честно говорю, абсолютно ничего не стесняюсь. Убытки были, есть будут. Никуда от них не деться. Нам самое главное, что в динамике цена растет. Внутри дня сейчас это же является поддержкой. То есть опуститься куда-то сюда и закрыть день сегодня по котировкам 113.65, 113.85. Было бы очень неплохо с точки зрения объемного анализа. Смотрим. Дальше у нас что идет. Е на швейцарис. Ну, этот прет и прет наверх. Да. Долгосрочно смотрим. Вот здесь, как мы закрепились выше зоны 1.2. После того, как мы достигли недельку золотую, серую, перебили вот этих АИ. И, несмотря на вот это движение, у нас долгосрочно теперь сценарий идет вверх. Понятно, что в любой момент он может остановиться, закончится. Но идет. И мы, слава богу, частичку, но выхватили из этого движения. Вот здесь и вот здесь, по-моему, мы с вами. Вот здесь мы с вами покупали, да? Вот этот момент был наш. И вот здесь был наш. Но до целей, к сожалению, я не дотянул. Те, кто дотянули, поздравляю, молодцы. С точки зрения опционов, опять же, ребят, неплохо сегодня смотрится внутридневное падение. Что будет дальше, остается только гадать. Но среднесрочные цели у нас, это недельная контрольная зона. Паритет, да? 1.00. Откуда туда желательно купить по зонам? Это с четвертинки, либо с половинки. Если мы вот и прямо сейчас хай будем обновлять, понятно, что эти зоны сдвинутся. Если не будем, 0.99.45, 0.98.92. Отсюда ловить покупки. Это выгодно с точки зрения соотношения риска к прибыли. Небольшими объемами. Так, сантимент по швейцарцу не смотрим. Профиль не смотрим. Там ничего серьезного нет. Золото. Золото. Кто заскочили вчера, поздравляю. Да, то есть, основной прогноз по зонам у нас был как бы вниз. Основные прогнозы, которые я даю, это по зонам, да? То, что мои тараканы, я предупреждаю всех. Нужно повторять вот те сделки, про которые я говорю, что я делаю относительно других систем. Я их просто говорю, чтобы в курсе были того, что я это делаю. А там уже посмотрим. Так, цели у нас неделька. 12.56.62. Откуда? От четвертинки неплохо смотрится. От половинки хуже смотрится. С той точки зрения, что мы тогда будем перебивать вот эти, вот эти хаи. Поэтому, ну, неприятно это с точки зрения технического анализа. Вот по такой тенденции. Импульс-коррекция, 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 импульс. Вот это вроде бы все коррекция. Но если перебьем эту точку, мы не можем назвать это движение коррекции. Вот, 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 вот. Так, что будем делать? Сегодня внутри дня прогнозирую рост. Среднесрочно прогнозирую вот такое развитие по этому инструменту. Скорее всего, это будет уже у нас с понедельника. Может быть даже со вторника. Долгосрочно здесь, что интересует меня? То, что мы не достигли недельки. Поэтому, по сути, вот этот цикл еще продолжается. И по этому циклу у нас задача-то обновление вот этих минимумов. Поэтому здесь рядом и вот эти минимумы, и вот эта неделька. Целимся именно туда. О покупках пока не думаем. Закроемся выше одной второй. Будем думать о покупках. И нефть. Нефть выскочила у нас из того диапазона, который нас держал. Но выскочила как-то так непонятно с одной стороны. Но с другой стороны, посмотрите, что у нас вот здесь произошло. 23 часа 59 минут, 59 секунд. Котировка выше этой области. Вынесли, ребят. Вы выше золотой. Это значит, вынесли, ребят. Поэтому вероятность достижения теперь 53-57 у нас составляет порядка 75%. Понятно, что здесь все у нас вот так на тоненького. Вот оно еще какое-то техническое сопротивление. В принципе, мы от него отбиваемся. Если у нас пойдет сейчас коррекционное движение вниз. И на четвертиночке начнет что-то рисоваться. Я прикуплю небольшим объемом. Среднесрочно. И даже не все сделки-то здесь буду закрывать. Потому что, ну, все же говорят, что у них будет падать. Значит, нам нужно думать о том, что она будет расти. Поэтому вот такой сценарий для меня. Основной. Внутри дня. Предполагаю снижение к области 1,4 и 1,2. В принципе, на сегодня все. Давайте. Так. О чем хотел сказать в начале ролика, забыл. Давайте скажу в конце. Вопросов много поступает. И в личку, и на ютубе в комментариях. Дабы много-много там не писать. Я сделаю следующим образом, что отвечу в видео формате. Выложу на ютуб. Второй момент. Поступают просьбы о том, чтобы я все-таки включил в свой прогноз опционный анализ. Я подумаю, друзья, как это сделать. Пока не могу сказать конкретно, когда это будет. Потому что, ну, сейчас я уже второй курс обучения даже начал проходить по опционам. Хотя и первый еще идет. То есть сейчас, ну, для того, чтобы что-то говорить, нужно правильно что-то говорить. Мое понимание, оно не всегда соответствует, то есть может быть, действительности. Поэтому я сейчас активно впитываю информацию из других источников, пытаясь ему этому делу более грамотно научиться. Опять же, опционы будут для меня только фильтром. Замечательным дополнительным фильтром к моей основной системе. Основа это зоны. К зонам. Зона. 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 Сейчас сюда придем. Зона. То есть зоны работают на ура. Вот, опционы включу чуть-чуть попозже. Но обещаю, что включу. В принципе, все. Всем удачной пятницы. Всем замечательных выходных. Всех буду ждать в понедельник. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok